теперь я еду в машине обратно из города из паял везу дверную коробку и решил рассказать вам в преддверии 1 сентября а 1 сентября как известно у нас международный день там отправление детей на программирование в школу там в детский садик поэтому надо как-то обезопаситься от всего этого понятное дело что школа с давних времен самое опасное место было чисто психологически но с недавних времен это стало опасным место еще и биологически это касается не только школ это касается в том числе детских садов дети постоянно болеют постоянно болеют только пошел в детский садик только пошел в школу обратно с соплями постоянные урви острые респираторно-вирусные инфекции постоянно гриб то есть это рассадник фактически вирусных и бактериологических инфекций и сегодня я вкратце расскажу всем кому не безразличные их чада а есть такие надо сказать кому безразличных я таких встречал расскажу как сделать так чтобы ребенок не заболел вообще вот вся группа будет болеть весь класс школе болеть будет а ваш не будет ребенок болеть делается это очень просто необходимо несколько препаратов я сейчас скажу при каком весе и как применять в профилактических целях и это можно применять применять не только во времена связанные там с острыми респираторными вирусными инфекциями это можно применять и в другое время тоже когда есть опасности так называемые но не те которых нам толдычат по телевизору там супер опасности всякие кстати вот это супер опасность модное заболевание тоже не подхватывается при этом профилактическом для взрослых в конце скажу итак друзья давайте расскажу как делать профилактику детям в том числе даже в детском садике и так я перечислю сейчас все препараты для взрослой дозировки потом ну потом расскажу по поводу того как нужно уменьшать дозу в зависимости от веса и так первый препарат называется андрографис метельчатый или как его называют в таиланде фаталей джон используется с очень давних времен очень горькое растение гораздо более горькое чем хинна не каждый ребенок его порошки в рот положен поэтому есть в капсулах есть в капсулах для малых детей и а есть экстракт в капсулах это как раз для детей в ослах которые уже из школы выросли в институт который ходит ну правда некоторые дитями до самой смерти остаются поэтому чё тут говорить и для них под подойдет тоже итак одна капсула андрографиса экстракта что равно по сути своей четырем капсулам обычного андрографиса что равно чайной ложечки без горки порошка андрографиса два раза в день утром и вечером вне зависимости от приема пищи лучше до минут за ваться второй препарат тоже обладает противовирусным противобактериальным в определенном смысле а самое главное очень хорошо влияет на желудочно-пишечный тракт в том числе уничтожает хеликбактер знаете от чего гастриты язвы случаются очень хорошо влияет на поджелудочную железу тоже есть в порошке а есть в капсулах в капсулах принимать взрослому человеку профилактических целях по две капсулы кратчай плюс после еды через 30 минут всего два препарата а потом 3 еще иммунный скажу всего два препарата андрографис до еды кратчай после еды и так андрографис про который я уже рассказал есть экстракт есть обычные капсулы есть порошок поэтому каждый может выбрать сам теперь как принимать детям если еще не пошли в школу одна капсула обычного андрографиса два раза в день одна капсула кратчай после еды для детей которые уже со второго с третьего класса но сейчас дети уже крупненькие стали поэтому со второго с третьего где-то вот до пятого класса две капсулы обычно обычного не экстракта андрографиса до еды и две-три капсулы кратчай после еды дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к видео благодарю вас за внимание в зависимости от веса если вес большой 3 капсу передозировки нету побочных эффектов нету индивидуальная непереносимость если только у кого-то специфическая аллергия за все время применения не видел ни разу чтобы у кого-то была аллергия на эти препараты эти травы лучше конечно взрослые если человек если понимает зачем лучше принимать в порошке потому что рецепторы тоже чувствует во рту пускай горько да но если терпимо то лучше горько и заодно желатином желудок не забивается капсула желатиновый сам самая капсул сделанный желатин поэтому дорогие друзья на самом деле ничего сложного всего два препарата андрографис до еды и карачай после за полчаса или пользу и после кстати хочу вам сказать что есть еще антиператик это препарат многокомпонентный травный снижающей температуры если человек уже заболел очень полезно иметь в аптечке но более того он еще обладает лечебным эффектом в отличие от аспиринов анальгинов которые на самом деле аспирина сердечную мышцу отрицательное влияние оказывает анальгин чем думаю вы и без меня знаете что не очень полезная вещь особенно для желудочно-кишечного тракта постоянно его глотать поэтому антиператик не имеет побочных эффектов индивидуальная непереносимость и плюс ко всему прочему если вы почитаете состав в описании этого видео есть кстати юлин телефон где заказ можно сделать и адрес сайта где все можно в поисковую строку ввести и почитать внимательно как это применять посему дорогие друзья и еще одна вещь назальные капли mc 153 там кстати это инфус масля на кокосово масле травы вытяжка из трав снимает отечность быстро можно слезть с зависимости от сосуда расширяющих капель хронические синуситы гаймориты воспалительные процессы этой части верхних дыхательных путей а также их в уши можно закапывать при отитах поэтому дорогие друзья по капельки малому ребенку в носик взрослым по 5 капелек в носик вот написала . соломина капли очень хорошие подтверждаю нет это наташа написала пользовалась почти два года назад и больше никакого насморка хотя был синусит дорогая на сайте азиабиофарм графе отзывы оставьте свой отзыв пожалуйста и там еще много тех кто уже оставил отзыв и вы оставьте тоже пусть те кто сомневается прочитает можно избавиться и от гайморита и от синусита раз и навсегда просто его надо принимать еще с плюкау потому что собственно это лимфатическая система а плюкау это как раз для восстановления функции лимфатической системы все слизистые лимфатической системы сейчас горит детям устроит олечка написала назальные капли я понимаю каких вы говорите которые там разрабатывают бармалеи у нас якобы разрабатывают они все давно уже разработано поэтому школы это очень опасное место но если вы решили рискнуть и отдать своего ребенка на на импринтирование в его мозги социальные системы и форм но что делать остается хотя бы обезопасить его здоровье чтобы он не принес оттуда дрянь вот относительно семейного обучения дает хорошая тема сейчас у нас разные всякие мульти штаммы бета-гамма йота-зета супер-пупера дупер-бупер и так далее еще у них много в запасе разных букв цифр еще всякого разного чем они могут назвать свои придумки разновсячески но так или иначе вся эта дрянь распыляется в разных местах и вся эта дрянь попадает через дыхательную систему в человека и возникает то что называется грибковым поражением я не буду сейчас уточняться потому что не любит все эти разновсяческие слова вы я думаю понимаете кому надо кого я просил рекомендовал точнее я не просил игру сделайте анализ вот вы звоните говорите что вы заболели все пипец случился вот это вот остекленение внутри случилось дыхательной системы я бы сходите сделайте анализ нас пергелес вот все кто делал все кто послушал и пошли сделали независимый анализ у всех был положительный результат и быстрое выздоровление а выводы мои дорогие делайте сами чем бздят с небес пердящие самолетики об этом были передачи не понравилось пришлось их удалить на есть что посмотреть пока еще не удалили тем не менее вернемся к нашим заботам связанным с тем как обезопасить себя и так андрографис до еды карачай после еды и смотрите у кого и хроническая усталость кто с утра просыпается и чувствует себя в говно разбитым посмеяться тоже на можете не говно может быть в общем даже и как-то и по-другому можно будет определение придумать но мне слово нравится просто веселая вот есть такая есть такое понятие хроническая усталость хроническая усталость человек вроде лег и покушал и поспал а просыпается и все равно ощущение того что есть усталость вот вяло и вставать вялая сонливость и вот тянущая такая вот усталость в конечностях что ли все это дорогие друзья наша иммунная система так вот к андрографису и карачаю хорошо бы за час до еды добавить одну капсулу трутовика лакированного даже не нужно споры там есть еще супер ядерный препарат это споры трутовика лакированного назначается при тяжелых стадиях онкологических заболеваний и аутоиммунных заболеваниях при острых пиелонефрит акциститах и еще в общем при воспалительных заболеваниях в острой тяжелой стадии а есть просто трутовик лакированный экстракт без спор спор очень сложно собирать поэтому они там во много раз дороже стоит его вполне достаточно для того чтобы на длинной дистанции восстановить иммунную систему изначально конечно лучше зайти в аптеку купить теосульфат натрия не много раз рассказывал теосульфат натрия пропить недельку если за недельку от пота кала и мочи вон не прекратится истошная с металлическим запахом или без металлического то надо 10 дней попить 1 ампула на 50 миллилитров теплой воды а если на пятый день прекратился запах от кала мочи и пота пожалуйста 7 дней попили закрыли на седьмой день не прекратился 10 дней за 10 дней изо всех соли тяжелых металлов уводится про тунберг не оговорил уже ранее она есть и в таблетированной форме и в такой если вы раньше не чистились почистить это я об этом отдельную передачу сделаю сегодня я рассказал по поводу того что нужно делать для того чтобы не заболеть нас всех сейчас пугают со средств массовой информации страшный грипп наступает на босковские и там всякие разные города россии страшный грипп страшный сейчас все заболеют и оленевод уже там карманы себе нашил дополнительные и разные всякие министерства здравозагублений тоже уже приготовили коробки как лесовский под миллионы долларов чтобы продавать этот гамнезин в аптеках которыми вы закармливаете собственных детишек но не все конечно те кто закармливает сейчас вопрос решается очень просто не надо болеть вообще всего еще раз повторю три препарата андрограф из до еды карачай через полчаса после еды и трутовик лакированный за один час до еды все два раза в день достаточно для профилактики даже три раза в день и на если хроническая усталость то три раза трутовик принимается малым детям по одной капсуле обычного не экстракта взрослым ну детям побольше точнее покрупнее по две капсулы или одна капсула экстракта и совсем большим тоже по 2 достаточно вполне если совсем дурные дела с иммунной системой случились если совсем тяжело и воспалительные хронические заболевания есть тогда споры трутовика лакированного по 1 2 капсуле но это лучше записаться на консультацию это можно сделать тоже у юли есть в описании к этому видео вся необходимая информация сейчас посмотрю кто что написал напишите пожалуйста название капель nc николай семён 153 это масляный инфуз на кокосовом масле целого спектра тайских трав почитать можно на сайте азиабиофарм ссылка в описании к этому видео опасное место и это место само домой приходит и говорят что нам надо в школу хотя ребенок на инвалидности инцелла фотопатии сегодня я наблюдал очень интересное видео мне прислали из австралии где маленький ребенок приходит полиция приходят люди в белых халатах людишки в белых халатах женщины девочка вцепилась в отца потому что она не хочет эту жижу в себя ставить а в австралии началась жижизация детей вот такие трагедии показывают оттуда насильно насильно это делается человек это проводник энергии своего рода трансформатор энергии бога пишет нато нет болезнь от нарушения гармонии равновесие в энергетической системе сущности а болезнь ребенка дисбаланс энергии родителей но это смотря какого ребенка то вот я с вами тут совсем не соглашусь а болезнь ребенка дисбаланс энергии родителей родители влияют конечно на ребенка но некоторые дети рождаются и болеют сильно и умирают исключительно для того чтобы преподать родителям урок опыт они приходят в этот мир за этим таких как правило ангелами называют малых детей они пришли с очень сложной задачей оленеводы оленеводы есть везде и в австралии есть оленеводы лучше питаться хорошо и думать над каждым своим шагом и выбором все правильно говорить кстати кому интересно посмотрите пожалуйста в описании к этому видео есть ссылка на сайт левое меню вниз опускаетесь там есть система оздоровительного питания 7 ангелов больше этой системы вы не найдете нигде она продиктована извне и из этого мира посмотрите вводную статью почитайте все поймете если отзовется берите пробуйте а там в графе отзыва есть те кто ее поприменял уже и что с ними произошло за несколько месяцев изменения системы питания и какие болезни ушли капсулы солнце воздух и вода наши лучшие друзья олечка написал олечка то для москвы и питера солнце воздух и вода вышел в питере и в москве солнышко светит воздух прекрасные самолетики озонируют сверху вот эти вот пердящие самолетики они на самом деле очень полезные газы выделяют чтобы людям хорошо бы и вода конечно вода безусловно особенно та которая течет из-под крана я про ней передачу делал и в неве очень хорошая вода и в москва реки можно искупаться в неве и в москва реки подышать городским воздухом который заботливо подготовили летчики так сказать пожарится под солнцем пекущим над москвой там это все усиливается каменными джунглями поэтому будет тепло как говорил мой дедушка и прадедушка говорит пар костей не ломит вошь тепло любит ну а тем кто живет конечно в экологически чистых местах например там в триланде в паял или где-нибудь еще на джамалунгами например или в тибете ну чушь все правильно вы сказали это я так повеселил немножко все это тоже говорит фарма нет это тот кто вот это показывает фарме владимир сколько времени пить или постоянно детям в садике взрослым пить сезон или постоянно я пью вообще постоянно даже здесь потому что на длинной дистанции андрографис карачаев во-первых выводит 38 видов паразитов уничтожает хеликобактер и приводит в порядок желудочно-кишечный тракт бизенбергию и ротунду коей карачаи является в качестве добавки к пищу можно использовать постоянно здесь сушеные корни поэтому использовать можно постоянно никаких отрицательных эффектов и побочек нет кроме индивидуальной непереносимости которые я ни разу не встречал что касается андрографиса андрографис метельчатый здесь в таиланде используется с давних времен здесь из него салат не готовят а вот в некоторых странах типа бутана готовили салат именно противовирусный да он очень горький но здесь странные вещи едят в азии люди например я настолько острое что европеец там у него он как и сесть не сможет после того как покушает подобную пищу по вполне понятным причинам это знаете если каенским перцем анус намазать не очень весело будет а там она в таком виде выходит я когда начинал эту пищу есть это потом задница привыкает не как и рот собственно а поначалу то поначалу это вообще катастрофа настоящее вот так же и к андрографису привыкаешь не малярия не берет ничего не берет здесь когда этот вирусяга начался они весь андрографис практически по больничкам сейчас продают вот производитель холла он нам никак не может прислать несколько препаратов потому что они отправляют все в больничке но в местных госпиталях да говорит владимир летают они наблюдаем заботит заботливые ребята заботливые я еще передачу сделаю по этому поводу как они там все заботятся обо всех и делают вид что они там между собой соперничают что то решают и что-то деле такой морок и ложь вообще вас просто одурачивают конкретно и при чем-то делают с давних времен здравствуйте как вы решаете вопрос с визами у себя я на пукете если это возможно конечно благодарю мы-то старые уже пенсионеры поэтому для нас то решается просто дорогой друг а если вы молодой но я вам рекомендую найти себе где-нибудь реально и не очень реальную тайскую жену потому что через некоторое время вам в посольстве зададут вопрос а вы чё тут вообще делаете то что это вы не патриот родины что это вы обратно то не едете мой хороший как это вы здесь в таиланде задержались так надолго у вас должны быть либо ворк пермитик либо вот тайская супруга а по-другому вам не сделать нечего будьте любезны пожалуйста вернитесь обратно в россию а паспорт мы вам не продлим не хотите улетать сейчас по-хорошему будете улетать через иди си через тюряшку здесь такую есть поэтому лучше озаботиться заранее этим вопросиком на всякий случай к тому же есть еще интересные тут другие варианты но они сейчас рассказывать не буду а это самый простой а там заботливо уже в россии встретят сотрудники нквд да да вы не ослышались не фсб нквд скоро все вернется на свои места здрасте дорогой владимир ваше видео как всегда очень своевременно а сегодня как раз я вспомнил что первое сентября там кто-то мне сказал что детей в школу отправлять и я вспомнил что я постоянно как маленький даже еще это вот сколько 50 ну 45 на лет назад в садик меня ведут я туда долго не ходил я сразу заболевал и мне это ни разу не нравилось вообще там болеть мне и в садик правда тоже не нравилось ходить на болеть мне тоже не нравилось я такой асоциальный ребенок был мне этот садик нафиг не уперся ни разу я бы лучше дома сидел бы с большим удовольствием и занимался бы там чтением книжек игрой в солдатике там в машинке и так далее не было чем заняться впоследствии там уже радиотехника приемнички и так далее все что нужно благодарю за ответ да друзья все что нужно вы можете вы кому нужно вот именно кому кому не нужно идите своей дорогой там в ближайшую аптеку обычно в которой привыкли ходить а кому нужно звоните юляши повод только по на обычный номер не поднимает она трубку пожалуйста плюс 7 4 9 9 638 8 3184 и там этот же телефон есть в описании ссылки юляши все расскажет и все запакует и отправить пердящие самолетики спасают купол планеты замораживают кромку космического океана иначе новый потоп земля потеряла равновесие болтает из-за нашей плохой проводимости энергии слишком много огня дорогой друг у меня мозги вспотели читать я ни в коем случае вас не опровергаю и мозги вспотели лично у меня кто-то может быть скажет да дорогой друг точно все там упала и все остальное прочее но я просто не интересуюсь этой темой вообще мне без разницы какой форма земля если у нее купол если у нее там еще что-нибудь для меня лично значение никакого не имя постов поскольку все это есть компьютерная игра программа поэтому какая форма сегодня форма круглая завтра она могла стать треугольник программист подкорректировал маленько там великий архитектор вселенной и вот она уже треугольная или тетраидальная или какая угодно все имеет цифровой код поэтому размышлять на эту тему пустая трата времени и ресурсов всем желаю прекрасного у меня тут вечер наступает у кого-то утро может быть кого-то день случается у кого-то еще как-то всех вас целую обнимаю до новых встреч дорогие друзья пока здравие тело и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание